Вообще в целом существует три этапа развития нормальных семейных отношений. Запишите, это важно. Первый этап нормальных семейных отношений это мир. Мир в семье. Мир означает буквально в смысле слова следующее. Я принимаю близкого человека со всеми его прибабахами, именно запишите прибабахами, я принимаю его со всеми его прибабахами полностью и не важно принимает ли он меня или нет, это мое личное желание. Я принимаю его, потому что он Богом мне дан. И я хочу идти законом Бога, не более Бога почитать, поклоняться ей. Поэтому я принимаю этого человека в свою жизнь. Не важно как он себя ведет и как он к себе ко мне относится. Все. Как только один из членов семьи сказал это и начал так поступать, то в семье немедленно начинает успокаиваться все и наступает мир. Мир в семье означает, что человек приходит домой, ему дома хорошо, и муж и жена дома отдыхают, значит есть мир. Если нет отдыха напряжения, значит даже первого этапа отношений семейных нет. Это значит, что эта семья разрушается и в конце концов придет полностью к полному разрушению. Рано или поздно все будет полностью разрушено, потому что эти два человека не справляются со своей судьбой и с давным им Богом испытанием не справляются. Они двоечники, эти два человека, и они таким образом будут хлебать несовменно в своей жизни. И здесь нет совместимости, несовместимости, это все ерунда. Если люди прожили год, значит Бог дал такого человека все, надо значит дальше испытание свое нести. Мир первый этап. Второй этап это уважение. Ты начинаешь чувствовать, что этот человек стремится установить с тобой правильные отношения. Ты чувствуешь, что он ради тебя чем-то жертвует в жизни. И ты чувствуешь, что он на самом деле хоть и имеет много прибабахов, но он для тебя дорог. И ты чувствуешь, что все-таки с ним жить можно, и есть какая-то перспектива. Это второй этап. Второй этап означает, что появляется уважение. Но это не значит, что появляется семейное счастье на этом этапе. Семейного счастья еще нет. И то, чего так же жаждут большевики, еще не свершилось. Понимаете? Оно свершится на третьем этапе. Когда люди сдают экзамен своей судьбы полностью, и у них появляется стойкая верность по отношению друг к другу, и желание служить друг другу, то в это время они открывают друг другу сердца, и между их сердцами устанавливаются отношения глубокого уважения, глубокой сикпатии, глубокой верности и сильного желания оставаться рядом с этим человеком всю жизнь. И именно в это время начинается настоящая любовь, которую большевики просто так не получат. Для этого надо сражаться, понимаете, за светлое будущее, а не просто так жить. Не ждать. Когда же мой придет любимый? Понимаете, он никогда не придет. Это все равно, что сидеть перед экзаменационной комиссией и ждать, когда же мне пятерку поставят. Да никогда не поставят. Двойку поставят с удовольствием, а пятерку никогда. Ты должен ее заслужить сначала. Сначала экзаменационная комиссия поймет, что ты что-то знаешь. Это первый этап. Она успокоится и будет спокойно тебя слушать на первом этапе. На втором этапе она, экзаменационная комиссия, начнет тебя уважать. И подумают, да, действительно учился, молодец, учил что-то. А на третьем этапе она тебя полюбит. И скажет, ну классный студент, все бы так сдавали, вообще супер. И поставить ей пять. Тогда можешь идти и радоваться, потому что ты сдал свой экзамен. Эти вещи везде и всегда в жизни происходят. Это не только семейные отношения. То же самое происходит на работе. Человек приходит, сначала он всем увлечен, ему все нравится. Но это еще не первый этап, это просто приманка. Дальше что с ним происходит, ему надо привыкнуть к этой среде. Надо успокоиться и приходить на работу спокойно, не дергаться там. Второй этап, он начинает уважать то, что происходит. И третий этап, он полюбит ту среду, в которой он живет. Но на этом нужно годы. Понимаете? Годы работы в этой среде. И люди очень дешевые по своей природе чаще всего. Они очень дешевые. То есть они в одном месте поработали, испытания начались, побежали в другое место. С одной женой пожил, испытания начались, побежал в другое место. Веды это сравнивают с обезьянками. Обезьянки очень любят прыгать с ветки на ветку. Если, допустим, другая обезьянка на этой ветке встречается, она с ней сексом позанималась и прыгает дальше. То есть у них нет, понимаете, такого, чтобы там верность, любовь. Обезьянки, они спариваются и потом распариваются. Сейчас, понимаете, мы не должны быть обезьянками. Мы должны быть людьми. Люди означают, принимают судьбу, сражаются за свою судьбу и побеждают в свою судьбу. Вот это люди. Разумные существа так себя ведут. А если человек, о, этот мне не понравился, следующий тоже не понравится, будьте уверены. Это просто бред, думать, что кто-то понравится. Каждый мужчина имеет в своем характере столько черт, который женщине просто невозможно вытерпить. Каждый мужчина, каждая женщина имеет в своем характере столько всего, что мужчине невозможно вытерпить. И как они терпят друг друга? Только потому, что они добровольно укращают себя и пытаются друг другу служить. В этом и заключается любовь, понимаете, а не в том, чтобы ждать, когда тебе приходит человек, который не будет тебя раздражать. Да женщину просто в принципе, мужчина, они раздражать не могут. Это невозможно, понимаете? Потому что он тупой. Не врубается ни во что. Как себя вести, как разговаривать, как... Он ничего не понимает. Он грубый. Он только жрать любит и спать. Он дленивый по природе. Он не чуткий, не заботливый. А? Может не мыться два дня. Может не мыться два дня. Это все мужчина, понимаете? Все мужчины такие, они одинаковые. А женщина по своей природе очень занудливая. Очень занудливая. Обидчивая. Раздражительная. Неуправляемая. Жадная. И так далее. И вот они взглядно встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Ни одна сказка не рассказывает о том, что будет дальше. Ставишь их пожевать и добра наживать. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Все, потому что дальше не сказка начинается, а жизнь. Понимаете? И надо это очень четко понять для себя. И это неизбежность. Мы не можем избежать семьи. Потому что семья это испытание, которое хорошо должно пройти. В этом испытании мы злеем. Становимся сильными, мудрыми, разумными людьми. Если мы не сдали свое испытание, придется сдавать в следующий раз. Ничего страшного. Семья развалилась, значит надо хребнуть горе и дальше идти в своей жизни. Ничего страшного. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Или как Марк Гуднец поет. Самая лучшая песня не спеет, а самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Человек не может жить просто так. Ему нужна надежда. Но, когда человек женится, он не должен больше ничего ждать. Самая лучшая девушка, это та, которая станет и злой, который перед ним стоит и фыркает. Она станет его самой лучшей девушкой. И в этом заключается самая большая тайна жизни. И в этом заключается самая большая мудрость жизни. Потому что тот человек, который находится рядом с тобой, и который ты думаешь самый противный и ненавистный, зачем мне он достался, именно этот человек станет самым любимым. Если ты ждашь экзамен своей судьбы. И ты очень удивишься этому на самом деле всегда. Ты очень сильно удивишься этому, что это возможно. Но это невозможно. Это всегда так бывает. Я вчера с одной девушкой говорю, которая ушла от мужа. И она говорит, ну он же не может стать хорошим не мужем. И это обычная история, так все считают, что этот человек не может. А на самом деле это ты не можешь. Ты просто не достоин счастливой семейной жизни и все. Вот когда ты будешь достоин, вдруг видишь, как трансформируется этот человек. И я сейчас вам это докажу. Вот сейчас в зале поднимут руки те люди, которые это увидели в своей жизни. И которые поняли, что этот человек для меня самый лучший. Хотя раньше очень не любили его, сомневались с ним. И раньше у них все было плохо, а теперь все хорошо. Поднимите, пожалуйста, эти люди. Видите, подняло человек 15-20. Но эти люди сдали экзамен в своей жизни, а все остальные нет. Понимаете? Ну надо сдавать, значит, ничего страшного. То же самое с детьми. То же самое с детьми. Первое ощущение очарования. Где-то до 7-8 лет очарования. Потом ощущение невозможности управлять. То есть человек чувствует, что что такое вообще у него родилось. Оно куда-то ее бы упрет, и он не знает, что с ним делать вообще. Вот. Это второй этап. И третий этап. Или победа, или поражение. Потому что если родители ведут правильную жизнь, относятся к детям правильно, то дети после 13 лет, они не становятся абсолютно фанатичными и неуправляемыми. А они, хоть им тяжело, но они все равно сотрудничают со своими родителями. А после 18 лет они уже справляются с вот этим половым созреванием, с этой энергией. И начинают вести себя правильно в жизни. И организуют свою личную жизнь правильно. В результате того, что правильно родители влияют. У них все в жизни нормализуется. Они потом родителям всю жизнь благодарны за то, что те помогли им правильно устроить свою жизнь. Но если родители не сдали свой экзамен, детям очень трудно сдать свой экзамен, и обычно они сдают свой экзамен не сразу. Им надо несколько раз осечься, чтобы потом самим выправиться. А может быть, они никогда не выправятся и тоже будут страдать так же, как родители. Понимаете? То есть жизнь сложная штука. И для того, если у человека нет знания, он не может ее прожить хорошо. Настоящая радость за ребенка возникает тогда, когда ребенок доходит до такого уровня, что он начинает уважать своих родителей. Что является главной наградой воспитания. Если ребенок начал уважать отца или мать, или и того, и другого, это значит, что они правильно воспитывали его. И сделали все необходимое для того, чтобы он вырос хорошим человеком. Если ребенок отворачивается, грубит, не любит, ненавидит, значит, все еще впереди. Экзамен вы свой не сдали. Надо продолжать дальше сдавать. Но никогда не поздно. Хоть 30 лет ребенку, хоть 40. Что нужно сделать? Нужно отказаться от чувства собственничества, отказаться от желания наслаждаться ребенком, отказаться диктовать ему свои условия, принять его жизнь, его судьбу, дать ему возможность жить, как он может и хочет жить, и поощрять его, благословлять, заботиться и любить, прощать и терпеть. Все. Такой родитель будет достоин уважения. Но если родитель лезет в личную жизнь ребенка, когда он взрослый, пытается ему навязывать все, ненавидит его близкого человека, или недолюбливает его, то есть недолюбливает его судьбу, которую ему Бог дал. Если родитель постоянно пытается отвоевать ребенка у своих детей, потому что дедушки и бабушки больше к детям привязаны, чем родители, они больше счастья испытывают от детей, потому что они ближе к детям. Чем старше человек, тем ближе к своей следующей жизни. Поэтому он очень сильно, старые люди очень сильно привязываются к детям, а дети очень сильно привязываются к пожилым людям. Потому что и те, и другие очень близки. Дети близки к своей прошлой жизни, поэтому старых людей любят. А старые люди близки к следующей жизни, поэтому они любят детей. Но единственное, кто может воспитывать детей, это родители. Потому что старые люди всегда детей только балуют. Поэтому они могут наслаждаться какое-то время с детьми, праздник себе устроить, но они не должны заставлять детей воспитывать своих детей, внуков так, как они хотят. Этого делать нельзя. Можно просто нежно и ласково советовать и принимать жизнь такой, какая есть. Если дети воспитывают внуков так, вот значит, они так воспитывают. Надо давать им возможность ошибаться. Потому что вы же тоже ошибались в своей жизни. Дайте возможности им ошибаться. Надо любовь не означает, что когда хорошо поступил хороший, когда плохо поступил, плохой. Любовь означает, вот какой у меня есть ребенок, такой и хороший. Какой у него муж есть у моей дочери, такой и хороший. Пусть он алкоголик, все равно он хороший. На самом деле, мать, мать, дочери, мать жены, может спасти мужа легче, чем сама жена. Если, допустим, у дочери муж алкоголик, если мать его будет любить, она легче его спасет, даже чем дочь. Потому что он естественным образом начнет ее уважать, потому что она старшая для него. И он будет удивляться, как эта теща меня любит. Теща обычно вообще не любит. А тут еще любит, несмотря на то, что я алкоголик. И он тогда почувствует мудрость в ней. И он увидит в ней будущее своей жены. Если мать жены любит очень мужа, ее мужа, то она таким образом показывает характер своей дочери будущей. И он начинает верить в свою жену больше, чем раньше верить. Так мать жены может благословить семью. Но обычно мать жены хочет лучше мужа для своей дочери, поэтому ненавидит ее избранник. Потому что в нем есть испытания для дочери, она это чувствует. И поэтому она его не любит. Потому что он приносит ей страдания, трудности. И значит ей самой приносит тоже. Такова ненавидность тещи. Что делает теща? Она неправильно себя ведет. Она подстрекает дочь, подстрекает, у той ушится вера, уже наконец дочка становится, остается одна. А когда мать видит, что потом дальше с ней происходит из-за того, что она остается одна, она сначала первая раскаивается в том, что он от нее ушел. А потом уже в этом раскаивается сама дочь. Поэтому из матери, если ее прет яд, сегодня мы с одной девушкой говорили на консультации, она рассказывает, если мать хочет, чтобы я ушла от мужа, что делать? Надо любить мать, уважать ее, отстраниться от нее. Если мать совершает грех, это не значит, что надо дойти на поводу этого. Надо быть верным мужу, любить его, не обращать внимания, чего хотят родители. Муж для женщины больше близкий родственник, чем родители. Поэтому беды говорят, отдать замуж. Отдать замуж означает отдать. Родители отдают свою дочь. Отдают означает, что она для мужа становится большим родственником, чем для них. И они должны принять этот факт. Некоторые родители сражаются с мужем жены за то, чтобы дочка была им. Безумцы. Они таким образом рушат ее жизнь. То есть дочка должна быть моей. Она меня больше любила. Она тебя и любит, как ты любила. Просто надо понять, что кто для нее дороже в жизни, кто важнее. Для дочери всегда важнее муж, а не родители. Если родители это принимают, они сдают экзамен в своей жизни. Если не принимают, значит они не солны будут хлебать. Дочка останется одна, и потом дальше они получат свое. То есть дочка, когда одна остается, на кого свои эмоции она бросает? На родителей. В результате им еще хуже становится жить. Когда замужем была, хоть нормально все было. А теперь это не истерики, а скандалы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok